Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня с новой серией на проекте Amazon Call You Play. Сегодня, пацаны, будет реально неожиданное видео, потому что, как вы поняли по названию, я продаю свой бизнес. Я продаю свой бизнес на рублевке, это 24 на 7, продаю его за 450 миллионов. Я думаю, этого, в принципе, никто не ожидал, потому что я нигде не говорил, что я буду его продавать, хотя мне за него частенько предлагали хорошую сумму денег. И сегодня я все-таки решил его взять и продать. Сейчас давайте я вам покажу этот бизнес, попрощаемся с ним, потому что, ну, бизнес реально хороший. Купил этот бизнес за 300 миллионов и продаю его за 450. Я его продаю чисто из-за того, что я уйду в хороший плюс, пацаны. Реально, это хороший бизнес, но хочется уже что-то другое. Возможно, куплю другой бизнес, возможно, потрачу деньги на машины, возможно, потрачу деньги в казино. Не знаю, пацаны, как получится. За этим вы уже будете следить дальше на канале. Вот мой безак, короче. Давайте я вам бусинес покажу. Финочка сегодня у нас вот такая вот. Хороший был безачек, безачок, госкость 7 миллионов. И сейчас я буду, в принципе, его продавать. Да, я еду, еду в днотарку. Надо же с бизнесом попрощаться, понимаешь, блядь. Все-таки кормилиц, блядь. Кормилица продаю нахуй. Сейчас, короче, едем продавать безак. Честно, мне жалко его продавать. Ну, реально жалко, потому что реально хороший бизнес. Он стоит свои денег. Тем более здесь финка, как бы, на выходных минимум 1 миллион, пацаны. Минимум 1 миллион финка. Но я думаю то, что финка здесь, в принципе, такая останется. Скорее всего. Вот, кстати, финка у меня забагалась. Я не знаю, почему. Бизнес реально хороший. Я мечтал про этот бизнес. Но надо идти дальше, пацаны. Я этот бизнес держал где-то около 3 месяцев. Заработал с него, наверное, где-то 100 миллионов. И продаю его за 450 миллионов. То есть я ушел в плюс на 250 миллионов. Точнее, уйду в плюс, потому что бизнес я еще не продал. Кстати, играю на сборочке, пацаны. Видос выходил недавно про сборку. Поэтому можете, как бы, посмотреть на канале, кому интересно. Ой, пацаны, реально тяжко просто. Вот не люблю я бизнесы продавать, потому что я к ним сильно привязываюсь, понимаете. Я к ним сильно привыкаю. И вот я завтра зайду и просто буду в шоке от того, что я все-таки продал бизнес. Потому что я долго ломался, я не хотел его продавать. Мне предлагали за него 400 миллионов. Я хотел вообще его продать за 500 миллионов, но за 500 его, я думаю, никто не купит. Просто, понимаете, это, наверное, самый дорогой бизнес, который я продал. То есть я продал бизнес за 300 миллионов, это была стошка. А здесь я бизнес продаю за 450 миллионов. Так, счет семьи, счет бизнеса. Давайте снимем деньги. Здесь 155 тысяч 145. Все, теперь у нас получается 3,5 есть на руках. Это все мои деньги, это я с бизнеса снял сегодня. И сейчас мы будем все-таки брать и продавать. Короче, пацаны, как мы делаем? Я, получается, беру сейчас у него Марк. У меня сейчас его друг скидывает 50 миллионов. Он мне скидывает 50 миллионов. Максимум через систему бизнес можно продать за 300 миллионов. Дороже его продать невозможно. Система не даст. То есть я ему продаю за 300 миллионов бизнес. Они мне скидывают 100 лямов на банк. Вот Марк сейчас забираю у него. Так, получается, все, забираю Марк. С аудиосистемой, если что, Марк. А я его буду продавать, скорее всего, он мне как бы не нужен. Так, теперь скидываю деньги и вдруг тут поскидываю деньги. И, в принципе, как-то так, пацаны. Вот этот Марк. Он без номеров, с аудиосистемой, без нитро. Ну, в принципе, я думаю, за пистолетом можно продать. Ну, примерно я продам его, может, за 55 даже продам. Я не знаю просто. Так, короче, пацаны, мне вот скидывают деньги. Еще раз покажу вам бизнес, пацаны. Бля, просто безак продаю. 123-й. Так, продажи бизнеса. Где у нас тут продажи бизнеса? 123-й. 300 миллионов, да? Главное сейчас не ошибиться просто. Так, надо точно посчитать 300 миллионов или нет? Да, вот 300 миллионов. В принципе. Фух, пацаны. Так, принимай. Успеет он купить или нет? Да, успел. Успел купить, успел. У меня почти сейчас 400 миллионов. Плюс я сейчас Марк продам. Короче, пацаны, вот как-то так. Как-то так живем. Ой, пацаны, пацаны. Я просто в шоке, реально. Я просто в шоке от того, что я все-таки взял и продал бизнес. Я вот не хотел просто, ну, ни в какую вообще, ни в какую не хотел продавать его. Но все-таки взял и продал. Я считаю, я сделал правильно, потому что, ну, я в очень хороший плюс ушел. Я его продал чисто из-за этого, пацаны. Все, у меня 398 миллионов. Я просто в шоке, пацаны. Реально, я просто в шоке. Это просто пиздец. 398 миллионов. У меня столько никогда не было денег на руках. У меня, по-моему, в общем, 350 было. Фух, блядь. Я просто в шоке, реально. Я сейчас хочу, в первую очередь, наверное, поискать бизнес. Если что-то интересное найду, то, скорее всего, куплю бизнес. Если не куплю бизнес какой-то хороший, куплю бизнес какой-то с 200 лямов, а остальное потрачу на фому и на машину себе куплю. Я, честно, ну, трудно вериться, реально. Я знаю, что это игра, пацаны. Но, как бы, это мои живые эмоции. Как бы, все, что я чувствую, я вам говорю. Вот как-то так, пацаны. Я продал бизнес за 450 миллионов. Я думаю, Марк, я за 50, за 55 лямов точно продам. Я был обязан об этом видос записать, потому что, ну, блядь, как по-другому. Главное, чтобы мне сейчас штраф не дали, потому что денег у меня довольно-таки много. Если мне штраф дают, то этот штраф будет на несколько миллионов. Поэтому мне бы этого не хотелось. А вот и первый штраф полетел на 40 тысяч, блядь. Заебись. Не знаю, пацаны, что будет с этим бизнесом, какие здесь будут цены. Все, пацаны, вот и закончилась история с этим бизнесом. Я не знаю, в последнее время что-то у меня бизнесы недолго живут. 3-4 месяца максимум. Вот и стошка у меня была, я ее держал, ну, очень долго. Реально, очень долго ее держал, год. Но в итоге пришлось все продать из-за того, что был слет бизнесов. И я стошку продал за 300 лямов. Потом я купил себе ТК, потом 2.4 на 7. Потом у меня была оружейка. Потом у меня что-то еще было. А, потом 2.4 на 7 я купил. Пуцелка, конечно, вообще убогая. Но ее можно починить пыстро. Сидит, надо сколько? За 70 продают, по идее. За 60, за 70. А здесь, в принципе, есть развал, занижение. Продолжение следует...